всем большой привет и добро пожаловать новое видео в прошлом видео по узорам мы с вами нарисовали ажурные и в некотором смысле цветочные узор также в исламе если мы так как мы в этом блоке разбираем одну тематику да я вам показываю как именно можно охватить до в рамках одной тематике нарисовать много всего а есть а узоры как цветочные так и геометрические я сделала тут подборку это тоже ислам да все тоже традиционно традиционный исламский узор но геометрия он строится из геометрических фигур и бесшовный вот таким вот образом это все делается и так как мы с вами просто учимся рисовать узоры здесь то справедливо будет нарисовать также геометрический узор крайней мере мы с вами научимся это делать и так в принципе если анализировать да можно такие схемы смотреть то есть самом деле их очень-очень большое количество таких узоров и рисовать их тоже можно всякими разными способами вот допустим да то есть из геометрических фигур выбирать тот узор который нам необходим то есть таких обучалок много и я вам покажу как я рисовала свой узор ну по крайней мере не такой же а мы нарисуем что-то подобное и так что я делаю я рисую прямоугольник пока просто произвольно все и треугольник прямоугольник и треугольник вот выравниваем их теперь мне надо чтобы треугольник был наверху а прямоугольник подгоняем под такую же собственно ширину зажимая shift треугольник слишком приподнят я рисую на глаз то есть уже но потом впоследствии я буду их подгонять ровненько а сейчас я хочу увидеть именно сам узор и понять принцип уже для меня это тоже новое я тоже ну так же как и вы грубо говоря учусь этому всему в интернете ну допустим да и теперь мне надо этот же треугольник перевернуть вниз с меня на такую получить конфетку фигуру конфетку теперь мне необходимо все это объединить так объединить не получилось значит давайте так и вот так вот вот получилась такая фигура теперь на краях я удалю лишние точки потому что они точно есть так нажимая пробел я вот так вот ручкой бегаю по монтажной области мне так почему-то удобно вот эти точки тоже в общем то лишние нам они не нужны не получилось вот мы получили какую-то геометрическую фигуру ctrl c ctrl f на клавиатуре вот так вот мы ее двигаем и выделяем два этих уже две эти конфетки ctrl c ctrl f снова зажимаем shift и двигаем ровно на 90 градусов вот такая у нас получилась звездочка благодаря этой звездочки мы будем двигаться дальше теперь мы ее выделяем и нажимаем разрезать разгруппировываем мне нужно в центре видите звезда давида если обратить внимание то у мусульман на всех узорах есть звезда давида то есть это еще идет саудейство и так далее то есть звезда давида в исламе тоже почитается поэтому она есть практически на всех вот таких вот геометрических узорах ее можно ну допустим тут нету да но обычно все-таки строится из какой-то такой вот многоконечной истории вот ну и в общем то у нас она тоже получается так удаляем все вот эти перекрытия чтобы наша звезда была более явно видна здесь вы можете уже абсолютно как хотите экспериментировать да то есть здесь скажем так воля вашей фантазии никто вас ничем и никак не ограничивает например можно поставить в центр так сколько у нас здесь концов вот так то получается нет надо еще два лучика добавить вот так вот ну видите у нас тут получается все таки не так да то есть надо именно вот так вот ну да ладно то есть это мы потом как-нибудь поэкспериментируем можно из квадратиков то есть самое простое создать наверное все таки из квадратиков вот то есть ну давайте даже пока мы составим вот таким вот образом далее что я делаю это все сгруппируем и лично я пользуюсь плагином вот так называется мой плагин он уже платный стоит около 10 баксов покупала его с того же самого сайта mindtools и мне он помогает сейчас я буду использовать вот этот вот четырех скажем так четырех ярусные да то есть их там много всяких разных можно мандалу с ним рисовать то есть это действительно очень удобно и сейчас я вам покажу в чем заключается удобство так все блокируем кроме вот этого вот этого вот так берем наш заготовка берем наш заготовка и вставляем вот сюда мне надо получить его бесшовным да поэтому ну логично получается что мне надо только какую-то вот эту вот сердцевинку до вырезать чтобы у меня получилось нечто бесшовное поэтому сейчас я буду как-то так вот маневрировать далее что я еще делаю ну мне просто так вот удобно да я делю примерно вот эту вот часть вот эту вот часть пополам и разрезаю ее вот так вот крестиком давайте посчитаем всего у меня монтажная область 1200 на 1200 то есть каждый квадратик примерно получается 600 600 600 600 то есть вот здесь 300 и 300 давайте создаем квадрат с размером 300 этот и мы его получается вот так вот вставляем и теперь примерно по этому квадрату мы ставим наши вот эти вот вот эти вот линейки то есть нижнюю мы угадали практически остались нам подогнать верхнюю это делается тоже для того чтобы ну как бы мой узор был ровный и не знаю симметричный что ли теперь вот опираясь на вот этот квадратик да точнее на этот крестик его прям ровненько подгоним чтобы он прям вот ровненько ровненько стоял так группируем и блокируем в принципе он нам не нужен его даже можно сделать таким вот эти полупрозрачным чтобы его еле еле было видно но он служит нашим ориентиром по идее по идее дальше смотрите в чем заключается мне надо поставить мою звезду давида так в центр чтобы ну грубо говоря она полностью дублировалась и меня интересует именно вот этот вот центральный квадрат вот этот центральный квадрат потому что именно по нему мы сделаем маску и именно по нему потом мы будем дублировать дальше в будущем наши композиции и так смотрите в принципе можно даже вот так вот оставить смотрите то есть мне все мне все нравится да можно даже единственное только что у нас получается несовпадение ну совсем чуть-чуть вот тут вот да вот у нас явно она не совпало то есть если говорить про симметрию нас тут немножечко надо наверное вот так вот вытянуть да сейчас мы так у меня тут привязка к пикселям нет нету ну вот да то есть конечно это больше на такую на визуальную историю рассчитано то есть вот тут у нас симметрично 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 вот это вот часть уже вне моего ромбика поэтому я ее редактировать не буду я буду редактировать исключительно то что у меня находится внутрях внутрях да итак ну давайте в общем поэкспериментируем раз уж мы в принципе все сделали так control а разобрать смотрим что у нас получилось ctrl c давайте скопируем и где-нибудь вот здесь же будем сейчас экспериментировать а вот здесь ctrl z возвращаем обратно чтобы у нас вернулось все в сырое состояние итак а мы продолжаем вот здесь вот создаем маску маску мы создаем по нашей зажимая shift чтоб она уже создавалась ровно по нашей вот этой вот так все раз 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 группировала вот эти вот крестики мы их группировываем отдельно и так оно у нас получается все в группе да все таки так все раз группировываем вот эти вот линейки они как бы по идее вообще вне узора эти их просто удалим да уже допустим мы скажем так уверены что у нас сейчас все получится ровненько вот по вот этому верхнему квадратику выделяем все кроме него группируем теперь выделяем все и ctrl 7 как видите у нас все спряталось под маску уменьшаем теперь да чтобы допустим сделать все точно давайте ставим 300 на 300 все наш узор получился ровно 300 на 300 толщину линий можно будет менять то есть это пока мы никак не восстанавливали теперь нажимаем ctrl shift m или вот да по моему вот перемещение ctrl shift я помню как на клавиатуре но порой уже не помню где именно это искать в меню итак по горизонтали ставим 300 так как у нас ширина 300 а по вертикали 0 я уже где-то это показывала но это верный способ сделать ровное перемещение и нажимаем копировать далее нажимаем ctrl d на клавиатуре это повторить последнее действие вот так вот у нас получается по горизонтали не могу схватить пока мы его не меняем как видите у нас в принципе все действительно ровненько откопировалось теперь снова ctrl shift m теперь мы ставим по горизонтали 0 а по вертикали 300 и делаем все то же самое просмотреть и копировать и ctrl d тоже размножаем вот такой у нас получился с вами геометрический узор теперь его можно зажимая shift уменьшать или увеличивать все надеюсь видео было вам полезным и интересным и до встречи в следующих видео всем пока